События окружного масштаба. В начале осени в Новом Уренгое откроют центр социальной реабилитации женщин и несовершеннолетних, находящихся в наркотической или алкогольной зависимости. По словам специалистов, чтобы избавиться от пагубных пристрастий, необходимо пройти шестимесячный курс оздоровления. Всё это время реабилитанты смогут жить в самом центре. О том, как протекает ремонт в помещениях, расскажет Виктория Воронецкая. На первый взгляд можно подумать, что это здание заброшено. Но это не так. Внутри полным ходом идут ремонтные работы. Бригада трудится ударными темпами. К осени объект должен быть сдан. В этом здании будет находиться центр по социальной реабилитации для женщин и подростков. С помощью специалистов они смогут избавиться от пристрастий к наркотикам и алкоголю. По санитарным нормам запрещено место приготовления пищи и её приём, чтобы в одном помещении было. Артём Карагайтанов, директор региональной общественной организации «Ямал без наркотиков», проводит экскурсию по зданию. Здесь всего три этажа. Каждый квадратный метр стараются использовать с максимальной пользой. На верхнем этаже – столовая и кухня. Чуть дальше по коридору – просторные комнаты. Каждый рассчитан на трёх подростков. Помещения будут напичканы электроникой. Здесь будет установлена система пожарной сигнализации, охранной сигнализации, система контроля доступа, пожаротушения, видеонаблюдения, телевидение, интернет. То есть полностью вентиляция, всё будет установлено. Второй этаж – женский корпус. Артём Пекалов, директор Центра внедрения инновационных технологий реабилитации, отмечает – расположение здания крайне удачно. Отдалённость от оживлённых дорог и сам вид из окна будут способствовать скорейшему избавлению от недугов. Сам вид из окна успокаивает. И подталкивает к тому, что всё-таки задумайся. Женщины же спасаются чем-то дорогием, а то детки маленькие в садике гуляют. Как раз оно всё взаимосвязано. Необходимость создания такого центра назрела уже давно. По словам Артёма Пекалова, в прошлом году за помощью в Центр реабилитации обратились две семьи. За пять месяцев этого года уже девять. В каждой из них подростки употребляют наркотики. С вводом в эксплуатацию этого здания избавиться от пагубных привычек смогут и женщины. Сейчас женщины, которые обратились, они проходят социальную реабилитацию амбулаторно. А как показывает опыт, стационарно эффект гораздо эффективнее. Это 75%, амбулаторно 50-55%. По словам специалистов, для того, чтобы от реабилитации был эффект, необходимо пройти шестимесячный курс. В основе лечения – групповые и индивидуальные занятия с психологом, а также трудотерапия. Во всех помещениях Центра по социальной реабилитации женщин и подростков пока только черновая отделка. Рабочие планируют завершить ремонт уже к сентябрю этого года. Единовременно здесь жить и получать квалифицированную психологическую помощь смогут 18 человек. Виктория Воронецкая, Егор Тимошенко, Служба новостей, «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова